Мартин Льюис, пилот частной авиакомпании, имел небольшой стаж и налет часов. Последние полтора года ему приходилось выполнять исключительно грузовые перевозки. Поэтому он очень удивился, когда ему сказали, что через пару дней его назначают первым пилотом на бизнес-джете и вскоре предстоит многочасовой перелет с группой туристов. «Я очень рад, что ваш выбор пал на меня», – сказал он своему руководству. «Постараюсь оправдать ваши ожидания». «Нисколько в этом не сомневаемся», – ответили ему. Вечером Мартин встретился с друзьями, Кевином и Полем, и поделился своей радостью. Наконец-то у него появилась возможность доказать свою профессиональную состоятельность. «И куда ты летишь?», – поинтересовались друзья. Мартин сказал и добавил, что придется пересечь часть океана. «Я всегда мечтал об этом», – улыбнулся он. «Ну а как твои дела с Линдой? Вы помирились?», – спросил Поль. «Нет, ты же знаешь, я убежденный веган, к тому же щепетилен в вопросах быта. У нас не разные отношения к жизни. Я считаю, что каждый должен решать свои проблемы сам. В общем, все очень сложно». Кевин, понимающий, кивнул. «Я вообще не понимаю, для чего современному человеку создавать семью. Ведь это такой дискомфорт – постоянно находиться рядом с чужим человеком, тем более противоположного пола. Что у них может быть общего? Моя последняя девушка храпела во сне, и это меня очень сильно раздражало. Я представить себе не мог, что придется вот так провести с ней всю жизнь. И ты правильно говоришь, Мартин. В быту мы прекрасно можем справляться без женщин. Любые продукты пронесут тебе домой, если ты не хочешь ходить в маркет. «Техника приготовит и постирает все сама. В остальных случаях можно вызвать специалиста». Мартин улыбнулся. «Ты прав. Именно так я и делаю». Приятный вечер в компании друзей закончился нескоро. Когда же Мартин вернулся домой, еще долго не мог уснуть, думая о том, что все-таки не ошибся в выборе профессии. Быть пилотом не только престижно, но и невероятно интересно. Наконец, настал тот день, когда Мартин сел за штурвал нового самолета. Его настроение было прекрасным. Даже его второй пилот, всегда серьезный и всем недовольный Стив, казался ему самым замечательным человеком в мире. Мартин был просто счастлив. Его первыми пассажирами стала небольшая группа туристов, всего 15 человек. Среди них было две семейные пары, соотечественники Мартина, трое мужчин-французов, остальные все женщины, прилетели из России и отдыхали на побережье. Когда же им пришло время возвращаться в свою страну, оказалось, что с туристической компанией, предоставившей им отдых, произошел какой-то форс-мажор. Теперь женщинам предстояло добираться до дома за свой счет. В особые подробности Мартин не вдавался, его это не интересовало. Самым главным было то, что ему доверили перелет. А кого и куда везти, это уже не так важно. Маленький самолет взмыл в небо и скоро растворился в облаках, унося с собой Мартина и его пассажиров. Более двух часов полет проходил в штатном режиме. Внизу раскинулся океан, и небо было голубым и прозрачным. Но потом произошла какая-то аномалия. Приборы стали мигать, и часть из них отключилась. На лице Стива появилось беспокойство. «Кажется, мы отклонились от курса», – сказал он Мартину, и в экстренном порядке попытался связаться с диспетчером. Но слышал в динамике только какой-то треск. Внезапно самолет задрожал. Из салона послышался крик, и Стив вышел к пассажирам, чтобы успокоить их. В этот момент самолет завалился на правую сторону, затем качнулся и едва не перевернулся, а потом быстро пошел вниз. Мартин сделал все, чтобы посадить самолет на воду, а не нырнуть в нее. И хоть ему повезло как-то смягчить удар, он все-таки был очень сильным. В следующую секунду Мартин потерял сознание, даже не успев подумать о том, что прощается с жизнью. Сознание возвращалось к Мартину очень медленно. Ему вообще показалось, что все произошедшее было просто сном. Вот он лежит на чем-то мягком, комната залита солнечным светом. Он бьет в глаза даже через закрытые веки. Странно, наверное, он забыл закрыть на ночь шторы. Но почему так холодно? Совсем рядом послышалась незнакомая и непонятная речь. И Мартин с большим трудом открыл глаза. Солнце мгновенно ослепило его, и он понял, что находится совсем не дома. Более того, он лежал на земле, в тени какого-то дерева. Голоса смолкали, и над ним склонились две женщины. Одной было уже около 50 лет. Другая, скорее всего, по возрасту была близка к Мартину. «Ну что?» – спросила она. «Как вы себя чувствуете?» «У него явно сотрясение», – ответила вторая. «Но переломов нет, и это очень хорошо. Ладно, пойду осмотрю остальных». Мартин не понял ни слова, но догадался, о чем они говорили, и слегка кивнул, показывая, что с ним все нормально. Прошло немало времени, прежде чем Мартину стало ясно, что после крушения самолета выжить удалось не всем. Стив и несколько пассажиров пропали без вести. Восьмирым женщинам и ему самому повезло. Какое-то время самолет держался на плаву, и они благополучно выбрались из него. Именно этим женщинам Мартин должен был быть благодарен за свое чудесное спасение. А еще острову, до которого выжившим удалось добраться. Самолет теперь покоился на дне океана, как тела их несчастных спутников. Пока две женщины ухаживали за Мартином, остальные осмотрели остров и вернулись в лагерь с черепашьими и птичьими яйцами, которых, как оказалось на острове, было предостаточно. Сам островок был небольшим, за день можно было исходить его вдоль и поперек. И за то время, пока Мартин отлеживался, женщины занимались именно этим. Шок от крушения, который они пережили, прошел у них удивительно быстро. Скорее всего, они были просто рады тому, что остались живы. Кроме того, их близкие люди не пострадали, да и сами они не получили серьезных повреждений, кроме ушибов. Все-таки Мартину удалось плавно опустить самолет на воду. Этим он спас жизнь большинства, и они отблагодарили его тем же. Кто-то из женщин принес ему яиц, но Мартин только покачал головой. «Я это не ем, я веган». Женщина поняла его и улыбнулась. «Господи, боже мой, веган он, нашел место и время выделываться. Ешь давай, силы тебе нужны или нет?» «Я веган», снова повторил Мартин. Она в ответ только всплеснула руками и позвала других женщин. «Нет, но вы представляете, его, оказывается, травой кормить надо, даже яиц не ест. Что нам с ним делать, Ольга Валерьевна?» Та внимательно посмотрела на Мартина и кивнула. «Ну и что ты так переживаешь, Аня? Не хочет, пусть не ест, нам больше достанется. Или собираешься его упрашивать? Тогда объяснит своему протеже, что ресторанов тут нет. Надеется питаться воздухом? Ну-ну, посмотрим, надолго ли его хватит». Из этой тирады Мартин понял только то, что заботливую женщину зовут Аня, а та другая, кажется, Ольга. Аня добрая, а Ольга злая. Когда остальные женщины отошли, Мартин посмотрел на Аню и мимикой показал то, что думает. К его удивлению, Аня его поняла, но тут же возразила, выразив это жестами, вперемешку с английскими словами. «Нет, Ольга несердитая, она хорошая. Это она спасла вас, ныряла, чтобы вытащить и спасти. Ольга врач, хирург, она нас всех осмотрела, Лиди вправила вывих, а вы так думаете о ней». Мартин недоверчиво посмотрел на Аню. Словно обидевшись на него за это, она отошла в сторону и присоединилась к своим подругам. Мартин почувствовал, как у него кружится голова, и он не представлял, что когда-нибудь может оказаться в такой ситуации. Несмотря на хорошее здоровье и серьезную физическую подготовку, после падения он чувствовал себя просто отвратительно. К тому же мучили душевные терзания за погибших. Конечно, в их смерти Мартин винил себя. Он долго думал над тем, что же все-таки случилось, почему произошло крушение его судна, что в конце концов он сделал не так. А еще его поражало то, как себя вели эти женщины. Ни одна из них ни в чем его не упрекнула. И хотя каждая пострадала, не было ни слез, ни отчаяния. Напротив, они не только спасли его, но даже позаботились, чтобы он не лежал на голых камнях, настелили каких-то веток и травы, накормить пытались. Мартин вздохнул и закрыл глаза. Ему не хотелось не только есть, но даже жить. Прошли сутки. За все это время Мартин ничего не ел и только выпил немного воды, которую ему принесла сероглазая Аня. «Давайте я вам помогу приподняться», сказала она. «Мы там нашли немного дождевой воды, вот и вам оставили, попейте». Она протянула ему тугой зеленый лист, который сложил и чашечкой. Мартин взял его, но руки дрогнули, и он пролил почти все. Ему удалось сделать всего пару глотков, и они, на удивление, придали ему силы. «Ничего, там еще есть, я принесу сейчас», сказала Аня и поспешила выполнить свое обещание. Все то время, что он не мог подняться, Аня сострадательнее всех относилась к нему, и он сразу выделил ее среди других женщин. Со своего места Мартин подолго наблюдал за своими странными сожительницами и вообще не понимал, откуда у них столько силы и мужества. Конечно, верховодило ими Ольга, она была явным лидером, но при этом она ведь оставалась женщиной, причем не молодой. Тем временем, сама Ольга и ее подруги, сидя в стороне, говорили о том, каким беспомощным оказался их пилот. «Ну», засмеялись некоторые из них, «кое в чем он все-таки пригодится, пусть только поправится». «Что вы имеете в виду?» приподняла бровь Аня. «Ну, не знаю», усмехнулась Татьяна, сестранины. «Мужик на необитаемом острове, да еще и один среди стольких женщин, явно не останется без применения». Все рассмеялись, а Татьяна добавила, «Как немного оклемается, отправим его на охоту или на рыбалку. Чувствую, на одних черепашьих яйцах долго мы тут не выживем». Потом они долго разговаривали о своих семьях, детях, мужьях. Говорили о том, как страшно те будут переживать, узнав о том, что с ними случилось. Конечно же, будет организована спасательная операция. Их найдут и вернут домой. И этот невероятный кошмар закончится. Вспоминали и о тех, кто погиб в самолете. Мартин слышал голоса женщин, но в сгущающихся сумерках не видел их лиц, как и слез, которые текли по их щекам. Прошло трое суток. Невероятно, но за это время жизнь Мартина круто изменилась. И началось все с того, что когда он увидел, что женщины отправляются на берег в поисках свежих яиц, поспешил присоединиться к ним. А потом, не выдержав мук голода, с удовольствием ел все, что им удавалось добыть. Ночью, спасаясь от холода, все они сбивались в одну кучу, согревая друг друга собственным телом. Ни о каком стеснении не было и речи. Когда же Мартин, сбив руки до крови, сумел таки высечь из камней искры, женщины бросились к нему на помощь и помогли разжечь костер. Собрав сухие щепки и веточки в перемешку с птичьими перьями и пухом, женщины бросились к Мартину и расцеловали его, а потом они все вместе прыгали вокруг огня и смеялись. С тех пор все строго следили за тем, чтобы огонь не погас, и по очереди ходили собирать ветки, щепки и комья сухих водорослей, которые потом подкладывали в костер. Пока одни занимались костром, другие добывали еду. И как-то так получалось, что Мартин всегда оказывался в той группе, где была Аня. Ему нравилось в ней все. Манера поведения, улыбка, задумчивый, немного грустный взгляд серых глаз. Теперь Мартин знал всех женщин по именам. Старательно запоминал новый и невероятно трудный язык. В свою очередь учил английскому Аню, Татьяну и Соню. Впрочем, почти все из них знали его язык на достаточном для элементарного общения уровне, и проблем с пониманием у Мартина совсем не было. Сначала Мартин думал, что все эти женщины знакомы между собой, но оказалось, что это не так. Наталья и Вера приехали за границу на отдых. Ольга и Аня должны были участвовать в мероприятиях, каждая по своему направлению. Ольга как врач, а Аня педагог. Все женщины были разными не только по внешности, но и по характеру. Мартин наблюдал за ними и невольно сравнивал их с Аней, и каждая в чем-то проигрывала ей. О том, что еще совсем недавно в его жизни была Линда, Мартин напрочь забыл. Вечерами, сидя у костра в общем кругу, Мартин с удовольствием ел жареное на огне мясо пойменных птиц. Слушал разговоры женщин, и уже не думал, что они такие уж железные и бессердечные. Вспоминая дом, они грустили и роняли на песок частые слезы, а ночами снова засыпали, обнимая друг друга и прислушиваясь к мерному шуму бескрайнего океана. С тех пор, как им удалось добыть огонь, они всегда оставляли на ночь дежурных, которые сменяли друг друга. Как-то под утро у костра осталась Аня, и Мартин тоже встал, потому что хотел хоть немного побыть с ней наедине. Они долго разговаривали о чем-то неважном. Когда же Аня поднялась, чтобы подбросить в костер сухих водорослей, Мартин шагнул к ней и, обняв, коснулся губами ее губ. «Не надо, Мартин», сказала она, тут же отстранившись, «у меня есть муж и сын». Он безвольно опустил руки, а она уже отошла в сторону и уступила место, сменившей ее Татьяне. Та внимательно посмотрела на Мартина и усмехнулась, но промолчала. Он тоже промолчал. Еще не совсем рассвело, когда крик Татьяны переполошил весь лагерь. Сначала никто ничего не понял, а потом все увидели приближающийся вертолет, стали прыгать и размахивать руками. Ольга и Нина кинулись к костру и принялись бросать в него все, что было заготовлено. Сноп искр взметнулся к небу, в котором следом за первым вертолетом показались еще два. Это была спасательная группа, и их наконец-то нашли. Следом за одной радостью последовала и другая. Оказалось, что Стиву и остальным пассажирам удалось спастись. Троих выбросило на соседний остров, остальные почти сутки удерживались на плаву, цепляясь за обломки самолета. Их силы были уже на исходе, когда совсем рядом прошло иностранное рыбацкое судно. Пострадавших доставили на берег, а потом в больницу, и только когда они смогли говорить, рассказали о том, что случилось. Тут же сведения передали другим инстанциям, были организованы поиски. Но дело осложнилось тем, что зона поиска оказалась слишком широкой. Сначала обнаружили Стива и одну из семейных пар, которые оказались на маленьком островке и умирали от жажды и голода. И только несколько дней спустя, уже потеряв всякую надежду, решили осмотреть еще один остров. Пилот вертолета издали увидел костер на берегу и вызвал по рации своих товарищей. Женщина и Ольга в том числе плакали, целовались и обнимались друг с другом и с Мартином, поздравляя всех с чудесным спасением, которого они так долго ждали. Аня села в первый вертолет, Мартин в последний. Он никак не мог покинуть остров, пока там оставалась хоть одна из его подруг по несчастью. Лишь на секунду Аня остановилась, обернулась и нашла глазами Мартина, а потом скрылась в грохочущей машине, как подумал Мартин уже навсегда. Их доставили в разные больницы и после тщательного осмотра, на который ушло два дня, отпустили. Мартин знал, что женщин должны доставить прямо в аэропорт и тоже поспешил туда, чтобы встретиться с ними еще раз. Лида, Нина, Татьяна, Соня, Наталья, Вера, Ольга Валерьевна и Аня обступили его, но уже не обнимали, не целовали, стесняясь делать это прилюдно. Каждая из них что-то говорила Мартину, что-то желала, и только Аня стояла молча, не сводя с него своих огромных серых глаз. Кроме Мартина это заметила и Татьяна. Вокруг щелкали фотоаппараты вездесущих репортеров, стала собираться толпа. Здесь же оказались и двое из трех спасенных французов, их нашли первых, и они уже прекрасно себя чувствовали, а вот их пожилому товарищу требовалась более долгая реабилитация, и он еще оставался в больнице. Один из французов подошел к Мартину и шепнул на ухо. Ну и как тебе жаркие ночи с такими знойными красотками? Я бы не упустил такой возможности, надеюсь, ты успел их хорошенько узнать. Успел, ответил Мартин, только не так, как ты думаешь. Хм, я бы на твоем месте не терял времени зря, хотя что там говорить, и пилот из тебя не очень, и мужчины тоже. Да, ты точно не француз. Мартин сдвинул брови и, схватив на хал одной рукой за ворот рубашки, притянул к себе. Неизвестно, чем бы закончилась эта вспышка гнева всегда спокойного и уравновешенного Мартина, но в этот момент к нему подошла Татьяна и сказала, оставь его, пусть идет, мне нужно сказать тебе пару слов. Да, Таня, ответил Мартин и тепло ей улыбнулся, я с удовольствием тебя выслушаю, давай отойдем. Я случайно видела вас с Аней, там на острове. Она сказала тебе, что у нее есть муж и сын. Это правда, но не совсем. Муж Ани погиб, он был водителем такси и попал в аварию. Спасти его не удалось, она тогда была беременной и с трудом перенесла его уход. А сын у нее и в самом деле есть, Алеша, ему 4 года, он умный, спокойный мальчик, очень хороший и обожает самолеты. Татьяна слегка похлопала Мартина по плечу, потом вложила ему в руку бумажку и ушла. А он внимательно смотрел ей вслед, не замечая никого вокруг. Когда же разжал ладонь, увидел адрес, написанный мелким женским почерком. Чуть ниже была приписка. Это адрес Ани. В первую встречу с друзьями Мартин поразил Поля и Кевина, заказав себе бифштекс. Они всегда смеялись над веганством друга и теперь были просто изумлены, глядя, с каким аппетитом он ест ненавистное прежде мясо. Мартин, мы тебя не узнаем, в один голос заявили о ней. Это вы еще не видели, как я уплетал бог знает каких птиц, поджаренных на костре из водорослей, рассмеялся он. И вообще, ешьте давайте, нашли время выделываться. Друзья расхохотались, такой Мартин нравился им во сто раз больше, чем прежний. Не узнала его и Линда, когда пришла узнать подробности его чудесного спасения. Знаешь, ты теперь просто герой. И я подумала, а не попробовать ли нам все сначала. Извини, Линда, я думаю, что не стоит этого делать. Ты много раз пыталась изменить меня, сделать другим, но я этого не хотел, а теперь я сам стал другим. Мартин, прости меня еще раз, Линда, но мы больше не будем видеться. Я, может быть, уеду отсюда и, вероятно, никогда не вернусь. Скажи мне, что изменилось. Все, потому что я научился любить. Прошло несколько месяцев. Все это время Мартин был занят работой со службами разных уровней, которые решали, есть ли его вина в том, что произошло. Наконец, был вынесен оправдательный вердикт, и Мартин вздохнул с облегчением. Через непродолжительное время он пригласил Кевина и Поля в бар, где объявил, что скоро улетает. Куда на этот раз? спросил Кевин. Я лечу в Россию. Что? Воскликнул Поль. Но как это? Зачем? Там меня ждет Аня и сын Алекс. Я заберу их оттуда и привезу к себе. Они будут жить со мной. Знаете, я очень хочу, чтобы у меня была настоящая семья и дети. Аня станет матерью моих детей. Я понял, что она самая лучшая женщина на свете. Но подожди, а если она не захочет переезжать сюда, что ты будешь делать? Тогда я останусь там. Я однажды держал ее в своих объятиях. Совсем недолго, минуту, даже меньше. И очень хочу снова обнять ее, чтобы больше никуда не отпускать. не отпускать. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok